В эфире передача события и как всегда я ее ведущий Мурат Абеев поговорим об актуальных новостях Азербайджана и не только. Президент Ильхам Алиев подвел итог своей международной политики уходящего года поездкой в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государства СНГ. Сразу по приезде Алиев отправился на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, после чего присоединился к экскурсии, устроенной для руководителей стран в Павловске. Алиев тепло поздорвался с коллегами, не обошел вниманием и Никола Пашиняна. Армянский премьер был заметно хмур. Остается догадываться, под давлением каких обстоятельств он все-таки прибыл в Россию после долгих месяцев уклонения от призыва Москвы и даже недружественных актов в ее адрес. Алиев и Пашинян позже смогли найти время, чтобы переговорить на важные темы. Буквально на ногах, о чем нам сообщила не только фотография в СМИ, но и про секретарь президента России Дмитрий Песков. С одной стороны, Путин деликатно не вмешивался в разговор, а с другой поспешил устами своего представителя указать на роль Москвы во вроде бы финальной стадии переговоров между Баку и Ереваном. Да, кстати, вот еще одна возможная причина хмурого настроения Пашиняна. Москва настаивает на соблюдении трехстороннего заявления. Об этом на прошлой неделе говорила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. И вот сейчас об этом же упомянул и сам глава российского МИД Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС по итогам 2023 года. Все прекрасно понимают, что когда речь идет о трехстороннем заявлении, прежде всего имеется в виду его девятый пункт, в котором говорится о контроле Москвы над Зангизурским коридором. Вместе с тем сразу два представителя армянских властей, спикер национального собрания Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзаян на уходящей неделе заявили, что стороны близки к подписанию мирного договора. Глава МИД заявил это во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейн Амиром Абдуллахьяном, прибывшим в Ереван с официальным визитом. Абдуллахьян, в свою очередь, допустил заключение мира между Арменией и Азербайджаном в первые месяцы 2024 года в рамках платформы 3+,3 с участием России, Турции и Ирана. Иранский министр также заявил о желании Тегерана, чтобы мир и стабильность в регионе были обеспечены без вмешательства нерегиональных сил. Исключительно силами региональных гарантов будет возможно обеспечить мир и безопасность во всех сферах, пояснил он. Именно гарантов такое слово употребил иранский дипломат. Если учесть, что Армения не может воспринимать Турцию в качестве гаранта априори, а в отношении Москвы у нее имеются огромные претензии, то похоже, что дав главе иранской дипломатии озвучить приведенное ранее заявление, Ереван подписывается под тем, что именно Иран является гарантом безопасности Армении. В этой связи нельзя не заметить, что интересы Ирана и России входят в противоречие. Иран не раз заявлял, что будет воспринимать прокладку Зангизурского коридора как изменение границ в регионе и красной линии для себя. Как Тегеран теперь будет договариваться с Москвой насчет этого пункта, пока остается загадкой. Порой кажется, что чем больше третьи стороны говорят о возможности скорого мира, тем больше усилий они прилагают, чтобы не допустить этого. К тому же не верится, что Пашинян полностью изменил свою позицию по Зангизурскому коридору. С другой стороны, для Баку вопрос коридора через территории Армении вообще не представляет большой значимости. При этих обстоятельствах можно предположить, что мирный договор, если он будет вскоре подписан, может включать в себя, например, в преамбуле отсылку к трехстороннему заявлению, однако не будет напрямую затрагивать вопрос Зангизурского коридора. После чего Москва и Ереван с удвоенной энергией примутся за борьбу по правильному толкованию преамбулы. Но это, как говорится, уже не наши проблемы. А что же все-таки наши проблемы? По словам министра иностранного дела Джейхуна Байрамова, проведшего конференцию, посвященную итогам года, Баку и Ереван ведут переговоры о восьми азербайджанских селах, находящихся под оккупацией Армении. Согласно ему же, мирный договор между Азербайджаном и Арменией может не включать в себя вопросы делимитации и демаркации, так как они требуют длительной работы. На вопрос о сроках нахождения российского миротворческого контингента в Карабахе Байрамов заметил, что данный вопрос регулируется трехсторонним заявлением, сделав таким образом элегантный жест в сторону Еревана. Теперь ваша очередь, а мы, мол, трехстороннее заявление соблюдаем. А уже вчера помощник президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World заявил, что Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией. Он добавил, что немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку между Арменией и Азербайджаном все еще необходимы дальнейшие переговоры для завершения процесса. При этом Гаджиев подчеркнул, что неформальная беседа президента Алиева с премьером Пашиняном в Санкт-Петербурге была оценена азербайджанской стороной как плодотворное и конструктивное взаимодействие по продвижению мирной повестки между двумя странами. И хотя это трудно назвать переговорами в строгом смысле, похоже, из всех посреднических инициатив именно российский трек пока представляется Баку наиболее оптимальным, если, конечно, не считать прямых переговоров без посредников, на чем азербайджанская сторона постоянно делает акцент. Тем временем между Азербайджаном и Францией бушует дипломатический конфликт. Двое сотрудников посольства Франции в Баку ввиду раскрытия их разведывательной деятельности были объявлены персонами Нонграта, о чем было объявлено вызванный в МИД послу Франции. На их высылку было ответено 48 часов. В ответ французы приняли симметричные меры в отношении двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. Франция переживает не лучшие времена. И не повезло ей вдвойне тем, что в этот критический период она вздумала наезжать именно на нашу страну, рассчитывая на легкий успех. Все оказалось ровным счетом наоборот. Любопытно, что на уже упомятой мною пресс-конференции на вопрос о будущем деловых связей нашей страны с Францией глава азербайджанской дипломатии заметил, что, цитирую, мы не сторонники смешивания вопросов. Компания «Тоталь» проявила интерес к обширонскому месторождению много лет назад и выиграла тендер. Есть контрактное соглашение. Обязательства сторон предусмотрены настоящим договором. И этот подход еще раз свидетельствует о том, что Баку не поддается эмоциям и действует не реактивно, а проактивно, целиком в русле национальных интересов, что говорит о зрелости нашей государственности. На уходящей неделе также стало известно о том, что посольство Азербайджана в Афганистане начнет свою деятельность в следующем году и будет расположено в Кабуле. Информацию подтвердил МИД Азербайджана. Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 июля 2021 года Ильхам Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Афганистане. Баку действует в логике постепенной легитимизации правительства талибанов. Напомню, что на этой неделе власти Казахстана приняли решение исключить талибан из списка запрещенных организаций. Отметим, что согласно резолюциям Совета безопасности ООН, движение талибан не входит в списки организаций, признанных в качестве террористических. Вообще, судя по всему, Азербайджан намерен взаимодействовать с Афганистаном в рамках регионального сотрудничества со странами Центральной Азии. Эта страна представляет собой большой интерес как в плане инвестиций, так и рынка сбыта. И неудивительно, что Баку не стал медлить с установлением с ней дипломатических отношений. К событиям в Украине. Российская армия после долгих попыток смогла завладеть городом Маренко Донецкой области. Ожесточенные бои ведутся за другой пригород Донецка, Авдеевку, где ВСУ продолжает сопротивляться смыкающий вокруг них кольцо российской армии. Россияне также несколько потеснили позиции ВСУ в районе села Крынки Херсонской области. Напомню, что именно в этом месте месяцами ранее украинцам удалось создать плацдарм на левом берегу Днепра. Среди успехов же ВСУ стоит отметить вывод из строя ракетным ударом судна Новочеркасск, стоявшего в порту в Феодосии. Вчера же россияне подвергли территорию Украины массивные атаки беспилотниками и ракетами. Серьезно досталось и Киеву. В результате атаки погибло 30 человек, более 160 получили ранения. Российская сторона заявляет, что била по военным целям, в частности, по военным заводам и складам. Дополнительное напряжение создал тот факт, что Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства ракетой, движущейся со стороны России. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил это в пятницу в телефонном разговоре с государственным секретарем Польши Яцеком Северой, говорится в сообщении Белого дома. Российской атакой сразу же воспользовался президент США Байден, который призвал Конгресс активизироваться, чтобы помочь Украине. Стало также известно, что Великобритания предоставит Киеву около 200 ракет противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить гражданское население и инфраструктуру от российских беспилотников и бомбардировок. Тем временем, экс-командующая армия США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, заявил в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain, что вооруженные силы Украины в ходе летнего контрнаступления не смогли добиться результатов, на которые все надеялись, поскольку западные страны не предоставили Киеву все необходимое. Цитирую, это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности, другими мощностями, которые были необходимы. По мнению американского генерала, это значит, что военный конфликт России и Украины будет продлен как минимум на год. Похожее мнение ранее высказал бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петрус. По его словам, в то время как Запад оттягивал поставки вооружения Украине, в том числе американских танков Абрамса-1 и немецких Леопард, а также кассетных боеприпасов, Россия правильно выстроила оборону. А вот известное издание «Политика» со ссылкой на нескольких американских и европейских чиновников сообщает, что администрация Байдена обсуждает с Украиной переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны. По их словам, эти изменения направлены на усиление позиций Киева и формирование «сильной руки» в случае переговоров с Москвой. Как отмечает издание, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США обсуждают с украинскими властями вариант занятия более глубоких оборонительных позиций, которые включают в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Белоруссией. Ранее о том, что Пентагония советует Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии удерживать и строить, писал о New York Times. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает газета. Таким образом, можно предположить, что администрация демократов в преддверии президентских выборов пытается во что бы то ни стало уберечь украинскую армию от поражения, и для этого поможет ей занять оборонительные рубежи. При этом, вероятно, выставит прошлогодние успехи ВСУ в качестве своего актива. Вопрос в том, согласится ли Москва играть в эти поддавки и не усилит ли наступление до того, как ВСУ перейдут к строительству оборонительных рубежей. Армия обороны Израиля продолжила боевые операции в центральной и южной частях сектора Газа. В результате ракетного удара по лагерю беженцев Аль-Магази в центре сектора погибло по меньшей мере 70 человек, сообщает Министерство здравоохранения ГАЗа. Вашингтон тем временем призывает Тель-Авив снизить интенсивность атак. Каждая новая жертва среди мирного населения наносит ущерб как престижу США в мире, так и демократической партии внутри страны. Вместе с тем, не похоже, чтобы правительство Нетаньяху уступало увещеванию Вашингтона в вопросах, которые оно само считает критическими. Так, еще один пункт, по которому между США и Израилем имеется разногласия, это судьба палестинской автономии на западном берегу, которую, похоже, Нетаньяху решил также наказать за атаку Хамас на Израиль. В частности, речь идет об удержании Израилем налоговых поступлений палестинцев на сумму 149 миллионов долларов США. По сообщениям СМИ, Байден очень даже рассердился на отказ Нетаньяху на его предложение передать средства на временное хранение Норвегии, после чего чуть ли не дал отбой в ухо израильскому премьеру. Похоже, Нетаньяху не особо заботится о рефлексиях Белого дома, прекрасно понимая, что защита Израиля для Соединенных Штатов стоит в списке приоритетных задач и, видимо, решив, что в таких условиях ему не пристало мелочиться. В то время как Тель-Авив кажется намерен комплексно решить палестинский вопрос, против него, судя по всему, медленно, но верно открывают второй фронт. На этой неделе участились ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана. Если мир и ливанское правительство ничего не делают для предотвращения обстрелов жителей северных территорий Израиля и не отодвигают Хизболлу от границ, то это сделает Цахал, заявил министр военного кабинета Израиля Бенни Ганс. Не исключено, что речь в данном случае идет о наземном вторжении в Ливан. Если все идет к этому, то по всей логике вещей Тель-Авив начнет форсировать операцию в Газе с тем, чтобы завершить ее быстрее и не рассредотачивать силы на два фронта. Как результат, это приведет к еще большему количеству жертв среди мирного населения, а значит и давлению на Белый дом. К слову, администрация Байдена уже встречает сопротивление в деле формирования коалиции для борьбы с йеменскими хуситами. Вслед за Испанией Франция и Италия отказались предоставлять свои суда. Некоторые страны ограничились предоставлением офицеров. Напомню, что Саудовская Аравия и Египет также не присоединяются коалицией. Хотя для них, особенно для Саудитов, хуситы являются врагами. Просто в рамках разгоревшейся Палестино-Израильской войны они опасаются прослыть в арабском мире союзниками Израиля. Таким образом, у хуситов и контролирующих их иранцев все еще сохраняется определенный рычаг воздействия на ситуацию. Это были, как мне кажется, самые актуальные новости недели. Увидимся, как обычно, в следующую субботу, а значит уже в новом году. Поздравляю всех наших зрителей с Днем Солидарности Азербайджанцев Мира и с наступающим Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья и только приятных событий!